Сью запретил убрать сладости с этой тарелки. Но что, если одна случайно упадет на стол? Что здесь происходит? Вот это картина! Раздели меня, Чедор! Что смешного, Сью? Симми, ты напомнил мне одну игру. Я даже сделаю ее для тебя, чтобы отвлечь от сладостей. Ты настоящий друг! Но я и от сладостей бы не отказался. Сью, у меня есть рогатка! Тебе не надо делать новую! Привет, ребята! Сью сказала, что сделает мне злых птичек в реальной жизни. Всем привет! Да, будем делать все детали игры и начнем с рогатки. Ты что, не слышала? У меня есть рогатка! Нет, Сэмми, мы вырежем новую. Большую. Э? Зачем? Ты хочешь меня выпустить? Только если попросишь. Надо выпилить эту доску вот так. Попрошу Роджера помочь. Как круто! Ребята, будьте осторожны с пилой. А лучше попросите взрослых помочь вам на этом этапе. Сью, отличная работа! Только не забудь отшкурить. Но, Сэм, она и так гладкая, не переживай. Не хватало мне еще занозы. Ладно, ты все-таки решил участвовать в запуске? Да, я бы хотел немного полетать. Хорошо, тогда нам нужна плотная и крепкая резинка. Поищешь? Хм, у меня есть пара идей, где взять такую. Только не трогай мои резинки для волос, они не подойдут. Отлично, основа готова. Продолжим. Вау! Я уже боялась, что пострадает моя одежда. Да, я смотрел на твое прошлогоднее платье. Резинка от пояса там, что надо. Сэмми, я собираюсь носить это платье и в этом году. Хорошо, что ты нашел это. Только понадобится еще одна деталь. Я заранее приготовила. Теперь нужно все соединить? Точно! Берем резинку и аккуратно привязываем ее к этой детали. Вот так. Нужно убедиться, что все держится крепко. А то улетит не снаряд, а сама резинка. Отлично! Так, получилось круто, правда? Можно протестировать. Растяни ее. Прекрасное орудие для запуска ракет. Думаю запустить тебя уже сейчас, чтобы ты не мешал делать крафт. Я все понял, пойду поищу материалов для башенных финок. Давно пора, а я пока доделаю рогатку. Нужно приклеить резинку к дереву. И можно будет запускать разных слаймов. Что значит разных? Только меня? Ух ты, вот это ты принарядился. Собрался лететь в космос? Ну, не в космос, конечно, но постараюсь как можно выше. Защита не помешает. Да, в полетах на резинке очень важна техника безопасности. Ребята, палец вверх, если вы тоже заботитесь о своем здоровье. Рогатка готова. Проверим. Ю-ху, отлично! Сэмми, я взяла цемент. Какие еще материалы нужны для башен? Подумал, что не помешает немного дерева. Ты сможешь распилить его на кубики? Конечно, но немного позже. Сначала сделаем несколько цементных кубиков. Кстати, вы знали, что цемент использовали еще в Древнем Египте? Хорошенько перемешаем. Из бетона, в состав которого входит цемент, построены египетские пирамиды. Это доказали, найдя волос одного из строителей в блоке. О, кажется, ты тоже хочешь оставить след в истории, Сьюзи. О чем это ты? Я видел свой волосок в цементе. Наши потомки смогут узнать кое-что о создателях этого крафта. Теперь оставим цементную деталь высыхать и сделаем другие кубики. А именно, деревянные. Кажется, мне снова понадобится помощь Роджера. Выпиливание – довольно опасный процесс. Хм, тут стало горячо от скорости крафта. Нужен этот веер? Хм, ты прав. Но скоро нам придется замедлиться для одного медитативного занятия. О, нет, святые вафельки. Медитативным ты называешь все скучное. Но это не будет скучным. Это будет именно медитативным. Хорошо. Что именно ты собираешься делать? Нам нужно будет изготовить персонажей для нашей игры – свинок и злых птичек. Так, пока интересно. А как мы будем их делать? Мы будем их шить своими собственными руками. Эх, вот это уже попахивает скучнятиной. Ошибаешься. Это будет самая увлекательная декораторская работа. Вот увидишь. Ладно, поверю тебе. Надо освежить свои знания о свинках и птичках. Пойду немного поиграю в Angry Birds. Деревянные и пластиковые детали готовы. Как там наш цемент? Уже засох. Отлично. Достаем из формы. Так. Клонируем эти цементные детали. Хоп. И хоп. Готово. Пора делать персонажей игры. Сью, я нашел кучу всего. Здесь нитки, ткань, кусочки фоамирана и много блесток. Отличная работа. Спасибо. Но мне нужно только это. Эммм, а что мне делать со всем остальным? Ну, можешь сделать себе новый костюм. Примери образы разных птичек. Точно! Я изучил всю игру, посмотрел мультик и прошел много уровней. За дело! А я готова делать первую птичку. Ребята, ставьте лайк, если любите эту игру. Осторожнее с иголкой. Кстати, мне очень нравится мультфильм Angry Birds. Там классно показано, что вещи, которые ты считаешь своими недостатками, на самом деле могут оказаться твоей крутой фишкой. А сама игра — настоящий игровой монстр. Вот статистика. За два года с момента выхода игру скачали более пятиста миллионов раз. А за шесть лет существования игру скачали три миллиарда раз. Наверное, потом разработчики сбились со счету. Неизвестно, сколько всего человек в мире поиграли в Angry Birds. Думаю, цифра просто невероятная. Теперь украсим нашу птичку. Нам нужны суровые брови, глаза и клюв. Модный птичий показ! Отдохнись, Юзи! Смотри сюда! Ух ты, Сэмми! Хм, дай угадаю, это Чак, правильно? Абсолютно верно! Желтая птичка Чак! Как тебе мой сногсшибательный образ? А как тебе моя птичка? Злюка Ред к запуску готов! Вау! Мы оба отлично постарались! Но у меня есть еще один бомбический костюм! А мне надо сделать новых персонажей зеленых свинок! Начнем с самой большой! Свинки тоже будут мягкими и яркими! Кстати, мультипликаторы, которые работали над фильмом, провели невероятную работу по созданию персонажей игры в 3D-формате! Например, птицам сделали крылья, похожие на человеческие руки! Они проработали мимику персонажей и мельчайшие детали их внешности! Так же, как и мы сейчас прорабатываем детали в своем крафтовом стиле! В итоге, по качеству картинки мультфильм Angry Birds в кино превзошел игру! Как насчет магии? Та-дам! Надеюсь, наш крафт превзойдет все ваши ожидания! Мы очень стараемся! Ставьте лайк, чтобы нас поддержать! Сью, угадай, кто я теперь! Хм, это костюм Бомба! Очень круто, Сэмми! Но у нас еще много работы! Сью, вообще-то я тут кое-что сделал вместе с костюмами! Вот! Вау! А я сделала свинок! Это значит только одно! Пора выпускать птичек! И еще одного слайма! Ты обещала! Я держу свои обещания! Хорошо! Ты куда? Давай готовиться к игре! В далекой-далекой галактике злые свиньи напали на дом птичек! Тогда птички объединились, чтобы дать отпор! Их сопротивление возглавил лучший из лучших слайм Сэмбёрд! Сью, сам первый уровень! Вас поняла, капитан повстанцев! Но сначала подготовим поле для игры! Вау! Пора за работу! Первый уровень будет не очень сложным! Всего три свинки и конструкция, которую нетрудно разбить! Дальше будем усложнять! Использую каменные, деревянные и ледяные кубики! Между ними посадим трех свинок разного размера! Сэм, заряжай рогатку! К бою готов! Отомстим свинкам за наши дома! Первый уровень! В бой вступает Ред! В яблочко! Свиньи сброшены со своих насиженных мест! Второй уровень! Итак, здесь все так же три свинки, но более сложная конструкция башни! Вот! Ребята, сейчас узнаем, справятся ли птички с этим уровнем! Сью, отлично комментируешь! Доверяю тебе второй выстрел! Такая честь участвовать в сопротивлении птичек! Ой, не самый удачный выстрел! Сью, убери еще один снаряд! Только бери ниже и левее! Так точно! Рассчитай траекторию! Ииии... Блин! Ура! Сэм, ты отличный инструктор по метанию птичек! Еще бы! Я же лидер сопротивления! Следующий выстрел за мной! Девушки отдыхают! Скоро я полечу, но это не точно! Пока-пока! Друзья, а вы подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик и будьте на связи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok